Сегодня в рубрике Автогаджеты продолжу тему крутых джипов, которые собираются на грандиозном мероприятии Кэмджип. В 2018 году Кэмджип выпал на день подписания соглашения о поставке в армию США малого полноприводного автомобиля Wheels Overland MA, который потом и прозвали джипом. Разумеется, ветеран, виновник торжества, не имел права пропустить такое событие в истории марки. Правда, в Австрию приехал чуть более поздний вариант MB образца 1944 года. И пусть в появлении первого джипа компания Wheels Overland сыграла далеко не главную роль, военным наследием она распорядилась бережно. MB называли вторым лучшим другом солдата после винтовки. Нью-Йоркский музей современного искусства включил этот армейский внедорожник в экспозицию, назвав шедевром машиностроения. Не успела отгреметь Вторая мировая, а американцы уже в 1944 году стали задумываться над тем, как использовать наработки по армейскому MB в гражданской жизни. В биографии джипа Wrangler UJ часто звучат слова «первый и последний». В 1986 году с дебютом Wrangler первого поколения оборвалась 41-летняя история линейки CJ. И пусть новая модель сохранила рамную основу, жесткие мосты на рессорах и упрощенный кузов, смена вывески оказалась оправданной. Утилитарный джип сделал шаг в сторону асфальтового удобства, и дорожный просвет слегка уменьшили, добавили стабилизаторы поперечной устойчивости, расширили колею и облагородили интерьер. А еще EJ стал первым и последним Wrangler с прямоугольными фарами. Желание дизайнеров подчеркнуть смену имиджа и приоритетов понятно, однако покупатели так привыкли к лупоглазым джипам, что реинкарнация округлой оптики была лишь вопросом времени. Десять лет выпускали джип Wrangler TJ второго поколения, то есть с 1996 по 2006 годы. Внешне он вроде бы вернулся к истокам, но круглые фары оказались хитрой маскировкой очередных изменений в концепции джипов. Главное, впервые за всю историю Wrangler и CJ инженеры применили пружинную подвеску по образцу Grand Cherokee, что серьезно повысило плавность хода и улучшило управляемость. Второе, в 2004 году линейку пополнила удлиненная на 15 дюймов модификация Unlimited с растянутой на 10 дюймов колесной базой. А спустя год такой вариант получила и экстремальная версия Rubicon. И похоже, эти метаморфозы Wrangler устраивают покупателей. Во всяком случае, в Америке случались взлеты и падения, но модель продолжает жить и развиваться, вдвое подняв продажи за последние 10 лет. А это значит, что на следующей Cam Jeep марке будет что показать.